Вот уже более 20 лет по всему миру 1 октября отмечается День пожилых людей. Сегодня в Чувашии чествовали и поздравляли тех, чей возраст вызывает уважение. Подробности в нашем репортаже. В этом зале собрались люди, для которых возраст не главное. Пенсионеры и ветераны труда все как один, мол, да душой и бодры духом. Вы очень сильно ведете активный образ жизни, вы занимаетесь физической культурой и спортом. В те дни здоровья и спорта, которые мы проводим в республике, вы активно участвуете. Хочется пожелать вам, дорогие наши ветераны, благополучия, долголетия, вдохновения, бодрости. Каждый из них внес свой вклад в развитие родной республики. Кто-то был мастером на производстве, кто-то возделывал бескрайние просторы полей, а кто-то спасал жизни людей. Их заслуги были в очередной раз оценены. Валентина Телина более 25 лет возглавляла Центральную городскую больницу. Помогала восстановить здоровье не одной тысячи горожан. А в этот день она получила благодарность главы Чувашии. Я очень благодарна, что оценена моя работа в нашей республике. Самое главное в моей жизни – это радость, это чувство гордости, что можешь помочь людям, и они выздоравливают после твоей помощи. Это здоровье, это жизнь. А жизнь, она всегда очень ценна. Звание ветерана труда в этот день получили 10 человек. Всего в республике такое удостоверение есть у более чем 45 тысяч пенсионеров. В 2014 году правительство Чувашии снизило планку трудового стажа на 2,5 года, как для женщин, так и для мужчин. Получить звание и соответствующие льготы стало проще. И, как отметил Михаил Игнатьев, работа в этом направлении будет продолжена. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.